Характеризуйте, пожалуйста, течение нынешней изобретательной компании. Как Вы считаете, нынешние выборы вы используете, честные, свободные, равные, конкурентные? Понятно, что вы ответили, что они конкурентные, честные, равные. Мы же все объективно понимаем, что происходит. То, что нас в таком большом количестве допустили до этих выборов, даже если не строят предположение, кто из данного списка по рекомендации Белого дома прошел или кому в списке депутатов собирали, на самом деле, я думаю, что вполне вся эта ситуация с одной стороны пущена на самотек Москвой, потому что мы видим примеры, что в Новосибирске зарегистрировали координатора штаба Навального на выборах мэра. Мы видим, что в Питере практически всех кандидатов в депутаты, по которым были трения, практически всех допустили. И в других регионах происходит примерно то же самое. Башни кремлевские, они сосредоточились исключительно внутрь МКАДа, и им сейчас то, что творится на остальной части России, такое ощущение, это мое субъективное мнение, что им относительно сейчас не важно, что происходит там, удержать бы ситуацию внутри МКАДа. И вот этот допуск, он ведь многие, в том числе и чиновники в Белом доме заинтересованы в том, чтобы были кандидаты в том числе и неудобные. Потому что, ну, я объясню сейчас почему. Потому что, ну, какая доблесть там победить кандидатов от нескольких парламентских партий, с которыми, ну, все будут говорить, что это там сыгранный договорняк, и там все просто заранее поделили уже там, до процентов поделили, кому сколько, и все отбыли номер. А вот героическая победа, там, защитить грудью шефа от врагов режима, ну, для кого-то это тоже, как бы, результат. Ну, и брат режима. Ну, наверное, в глазах тех, кто будет преподносить свою победу, там, в случае, если она состоится надо мной, то да. И будут рассказывать, что вот хитрый и коварный барабаш планировал, там, захват власти в республике, и только благодаря титаническим усилиям удалось меня сдержать. Такое, я вот на 200 процентов уверен, что такое тоже будет. Другое дело то, что это дает определенную возможность и нам, причем под нам, я подразумеваю, там, не себя и членов своего штаба, а вообще, как бы, жителей республики. Это дает возможность все-таки прийти и проголосовать так, как считают нужным. то есть, да, я понимаю, что, как бы, меня многие, там, особо не знают и, там, говорить, там, о всенародной любви, ну, наверное, это будет очень большим, как бы, там, самомнением. Но, тем не менее, я представляю как раз ту возможность, ту альтернативу, которая появилась у людей на этих выборах, которая дает возможность проголосовать, ну, так, как они считают нужным. То есть, прийти и выразить свое мнение. На сколько вы рассчитываете процентов? Ну, я-то рассчитываю на больше, чем 50, поэтому иначе начинать не нужно. Но, вообще, вообще, на самом деле, задача сейчас, задача этого, там, этапа до 8 сентября, это задача сформировать второй тур. То есть, понятно, что победить действующего, там, временно исполняющего обязанности с первого тура не сможет никто. Просто потому, что его больше знают, у него больше медийный ресурс, у него больше возможностей донести свою мысль до каждого из, там, из жителей республики. Но, если удастся довести до второго тура, то вот здесь уже ситуация может развернуться на 180 градусов. Ваши нет парку. Третьего вы назовете на парку по городу? Не по городу, по парку конкретному, да. Вы считаете ли вы, что это немножко опасно в свете последних событий и не поставляет ли это людей, которые появляются? Ну, смотрите, давайте так. Если человек хочет погулять в любом месте города, в чем здесь опасность? У нас, как бы, там, ответственность или еще что-то, она предусмотрена, в первую очередь, за организацию, за организацию несанкционированных митингов или, там, массовых мероприятий. Поэтому, там, с точки зрения любого человека, кто придет третьего числа на эту встречу, ну, человек вышел погулять, почему бы нет. Есть, как бы, определенная, там, опасность для меня в этом случае, в том плане, что, там, могут посчитать, что я организовываю массовое мероприятие несогласованное. И встреча с избирателями? Можно? Да, конечно. Да, конечно. Владимир, вы упомянули об отмене муниципального фитера, вам было сложно собирать подпись? Для меня это был очень интересный опыт, скажу так. То есть, я не скажу, что это было легко, я не скажу, что это было прям, там, миссия невыполнима, но я уже писал у себя в фейсбуке, там, повторюсь сейчас, я провел работу по, там, предварительные, там, разговоры с депутатами, несколько ранее, чем вообще объявил о том, что я двигаюсь. И у меня в списке потенциально людей, которые готовы были меня поддержать, было порядка 800 фамилий. Когда официально в СМИ вышла информация, что я выдвинулся, когда мы с коллегами начали обзванивать этих людей, но у меня осталось чуть больше 300. Дальше люди просто... Кто-то перестал брать трубки, кто-то честно сказал, что что-то я боюсь, я же не думал, что ты на самом деле пойдешь. Я так сказал. То есть разная история была. Но с другой стороны, в первый день после того, как информация вышла в СМИ, так или иначе на меня вышло более 50 человек депутатов, с кем мы не разговаривали до этого, кто предложил свою подпись. Получается 350. Нет, зачем? Но дальше как бы получилось так, что мы считали, что наиболее сложным будет собрать именно там же два условия по количеству людей, подписавших, и по количеству муниципалитетов. То есть мы считали, что самым сложным будет собрать именно количество муниципалитетов, потому что там 48 минимум, при том, что у нас 63 всего. И там задача первой недели, первых 10 дней объезда, обзвона там и сбора была именно так, чтобы хотя бы одна подпись, но именно вот с каждого муниципалитета. А у нас получилось так, что приезжаем в какое-нибудь там село, и у нас договоренность с одним человеком, с этого сельсовета. Приезжаем брать подписи, а он говорит, а у меня вот еще тут, я поговорил с ребятами, вот они тоже готовы подписаться. И там весь сельский совет, там 9-10 человек подписывается. И в итоге там, ну, по итогам двух недель у нас в какой-то, когда стали собирать, считать, получилось, как в этом горшочек не вари, потому что мы там сильно перепрыгнули по количеству, дозволенный предел. И дальше уже сидели, занимались, честно, мы почти неделю потратили на то, чтобы вот эти все списки правильно, проверка там правильности оформления, где там и то пропустились все равно. С чем вы это связываете? То, что депутаты недовольны действующей властью, или это вас поддерживает? Я не думаю, что это как бы, то есть я реалист, я понимаю, что многие обо мне не слышали вообще до этого момента. И там рейтинг моей поддержки там был не настолько высокий, чтобы там по щелчку собрать такое количество подписей. Другое дело, то, что очень большое недовольство существует, с этой текущей ситуацией, многие политологи однозначно говорили, что если бы в Рио пришел в марте, ни у кого бы шансов не было. Но прошел уже почти год, и в районах есть очень большое разочарование, потому что те словесные интервенции, которые делались, те обещания, которые преподносились, практически мне, например, очень сложно назвать, что поменялось к лучшему. Позиция, а я озвучил же, то есть я считаю, что не имеет права, кто бы там главой региона был, он не имеет права принимать решение, копать или не копать. То есть хоть какие-то будут там компании, олигархи или еще что-то, то есть это должно приниматься только на афферендуме. То есть этого не могут сделать ни группа активистов принять решение, что не копать, например, единолично сказать, все, мы там встали, и вот вы здесь не копаете. Но и не может... Я вообще как бы, как человек, который знаком с технологией, что такое сода, и что такое, как ее использовать, я считаю, что есть альтернативные, правда, более затратные для компании способы обеспечить независимость, промышленную независимость от страны. Соответственно, необходимости... Я не вижу в острой необходимости копания шаханов. Кого вы предложите в качестве сенатора? Так я уже предложил. Собственно говоря, эта же информация подавалась сразу в момент сдачи пакет документов. Но еще раз озвучиваю, вот мне даже один кандидат-сенатор здесь присутствует, Виталий Полепчук, Камилов Азлоева и Кирилл Коновалов. То есть, в принципе, все люди, имеющие большой опыт и... А кого в тренировании? А вот это как бы отдельный вопрос. Здесь нужно... Я не готов сейчас ответить на этот вопрос. Да, Павел? Ну, уже частично, да, мой коллега Комитей, задал от вопроса. Марат Грех, Медикусе. Программа, которую вы озвучили, достаточно такая серьезная, обширная такая. Ясное дело, что вы не единоличные будете ее реализовывать. Вы уже как, ну, по поводу своей команды, как-то вот думали, размышляли, может быть, с какими-то персональными, персональными вели переговоры какие-то. Вот. Это вот первая часть вопроса. И вторая. Вы точно уверены, что за один срок можно будет все вот эти вот изменения, которые вы озвучивали, не только реализовать, но хотя бы запустить маховик этих изменений? Отвечу с конца. Да, я уверен, что за один срок это можно сделать, потому что это касается непосредственно работы самого... То есть это все находится, практически все находится в компетенции главы региона и правительства. Потому что мы речь ведем о, в первую очередь, законодательных изменениях, которые при желании несложны как бы вынести, было бы желание. И мы говорим о реструктуризации органов власти, которые тоже как бы решаются исключительно волевым решением, а не какой-то долгий, сложный, поэтапный процесс. Поэтому, да, это реально. Вопрос противодействия, вопрос каких-то лоббистов или еще кого-то, кто будет пытаться это торпедировать. Но, значит, будем решать эти вопросы, будем снимать. Что касается команды, да, я считаю, что необходимо привлекать профессионалов, необходимо привлекать на каждую отрасль людей. Я сейчас, честно, как бы там признаюсь, что у меня нет полного списка. То есть я не смогу сейчас озвучить полностью весь кабинет министров, включая премьеру. Я веду переговоры с людьми, но с другой стороны, я тоже там объективно понимаю, что с одной стороны, я не могу озвучивать сейчас некоторые фамилии по причине того, что я этих людей подставлю за то, что, как бы, они там со мной вообще такие переговоры ведут. Некоторые из них действуют, ну, там, действующие чиновники, в том числе, может быть, не первого, там, не высшего, вернее, ранга, но там профессионалов, на которых это держится, эти там вещи. С другой стороны, как бы, но чтобы людям обещать какие-то посты или, там, должности, или еще что-то, люди должны поверить до конца, что в меня, как в кандидата. И у меня как раз вот есть сейчас, там, чуть больше месяца на то, чтобы доказать, что, да, в меня нужно верить и, да, как бы, со мной можно работать. Давайте так, ни Хамитов, ни, там, кто-либо, ну, наверное, Муртазак Губайдулыч мог, когда у него было действительно полное управление республикой, мог обеспечить эти вещи. Но, на самом деле, там, воля на посадке, одной воли, там, со стороны руководителя региона, мало. То есть, для этого еще и Москва должна дать отмашку, потому что, по большому счету, все карательные органы, которые находятся сейчас на территории республики, не назначаются местным, как бы, руководителем и не подчиняются местному руководителю. Поэтому, в данном случае, как бы, там, ходатайствовать о каких-то вещах можно, но гарантирует о том, что я, там, обязуюсь, возьму на себя план по таким паскам, нет, конечно. То есть, это, ну, нереально, это будет просто пустословие. Другое дело то, что, там, желание есть, да. Потому что, владея вопросом, может быть, чуть глубже, там, чем среднестатистический, там, житель республики, и я понимаю, где, кто, чего и сколько. И... В этих сферах? Да, практически во всех. Бывшие главы. Ну, почему бывшие-то главы? Действующие. Ну, они сейчас есть и действующие. Но, я, там, не считаю необходимым, там, в первую очередь, ставить задачу, то есть, с той точки зрения, что, вот, я сейчас приду, и всех, кто был для меня, как начну наказывать налево-направо? Да нет, есть более первоочередные задачи. Но, при этом, этот маховик надо запускать, и люди должны понимать, что за несоблюдение закона, за... В первую очередь, кстати, на мой взгляд, первое, за что, как бы, нужно, там, действительно, наказывать, и за что, как бы, нужно бороться, это за соблюдение закона о выборах. И чтобы каждый, кто вмешивается в свободный, там, выбор людей, чтобы они понесли ответственность. Потому что это самое страшное. Тех, кто что-то украл, тех, кто что-то, там, стащил, их все равно, так или иначе, догонят. У нас практика сейчас, вон, в стране налево-направо сейчас у нас, я недавно читал статистику, у нас, по-моему, 12 губернаторов уже сидит, и, по-моему, 38 мэров, что ли, городов свыше, там, 500 тысяч населения. Ну, такой порядок, я не возьму сказать, что прям цифра один в один точная, но порядки такие. И эти-то чистки идут, но есть более страшные преступления. Преступления против конституционных прав граждан. И вот эти, как бы, вещи, они должны быть, наверное, наказаны в первую очередь для того, чтобы неповадно было, и чтобы сломать вот эту систему, которая существует. А у вас сейчас есть претензии? Клик, как они ведутся? Есть. Две жанки будут подать? Ну, я, на самом деле, подал больше, это я просто написал партию. Но, в первую очередь, у меня, ну, наверное, все-таки самая громкая, самая яркая, которая зацепила многих представителей СМИ, представителей благосферы, это все-таки жалоба против кандидата от партии «Единая Россия». Потому что у меня, например, возник вопрос, как можно сделать 288 баннеров за 800 тысяч. Это мечта, наверное, любого рекламщика, чтобы с таким бюджетом так широко развернуться. И я, к сожалению, не могу сейчас озвучить итоги, по причине того, что их нет просто физически. То есть я до сих пор не получал ответа ни от ЦИКа, ни от прокуратуры. Хотя там сроки достаточно сжаты, и, по идее, они вот где-то сегодня уже должны были истечь. Но, с другой стороны, то есть я дождусь, если нет, напишу еще дополнительную жалобу или жалобу выше. Потому что, имея бюджет 50 миллионов, который там заявлен, ничто не мешало спокойно показать не 800 тысяч, а 5 миллионов наружку. Кто бы там спорил или еще что-то. Вопрос же в честности. Вопрос в том, что не надо всех считать кругом за глупых людей. И если мы говорим о честной компании, если мы говорим о честной конкуренции, то и не надо даже в мелочах кривить душой. Люди там ничего не понимают, и кому какая разница, мы уже все решили. Вот поэтому. Это не единственная жалоба. То есть я сторонник того, чтобы все-таки... То есть я не занимаюсь кляузами, я не занимаюсь жалобами ради жалоб, чтобы об этом создавать информповоды. Я поэтому и говорю, я опубличил только две из них. А остальные как бы направлены на то, чтобы и в том числе конкурентам дать понять, что, ребята, ну давайте играть по правилам. Давайте, если уж как бы мы участвуем в этой компании, вне зависимости от того, кто на какой должности, вне зависимости от того, у кого какие ресурсы, давайте как бы все-таки соблюдать те правила, которые установлены законом. Если нет, ну, значит, как бы будем реагировать, насколько это возможно. Вот. Можно вопрос? Да, конечно. Грозитка, коммерцант Павла. Скажите, пожалуйста, вы самый состоятельный кандидат на должность главы республики Башкортостан. Вы заработали в прошлом году более 6 миллионов рублей. Скажите, пожалуйста, чем был обеспечен этот доход, что позволило вам выучить эту сумму, и на чьи деньги вы будете финансировать, вернее, уже финансировать вашу вторая компанию, вашу избирательную фонде более миллион рублей, это наша старая ваша продовольная дохода. Финансируете вы самостоятельно компанию, или вам кто-то вычисляет, или вычисляет вам деньги. Спасибо. Замечательный вопрос. Начну с небольшой истории. На этих выходных был на рынке, и покупая продукты, мне продавец говорит, ну, она узнала, кто я, она прочитала, естественно, во всех СМИ в прошлую пятницу вышла по поводу того, что я там самый состоятельный кандидат. Она озвучила то, что, в принципе, я там прочитал практически в комментариях ко всем, к большинству материалов в разных СМИ. Практически никто не обсуждает, сколько задекларировал и получил я. Все обсуждают, ну, как так, почему эти-то не показали. То есть, разве может человек жить на 48 тысяч в год, или... мы же знаем там, мы же там предполагаем, что у этого человека не может быть такой маленький доход. То есть, мало кого удивили там мои 6 миллионов, всех удивили маленькие там доходы... Просто я показываю... Я официально оформлен индивидуальным предпринимателем. У меня весь как бы доход, который попадает на мой расчетный счет, он, собственно говоря, весь и декларируется. То есть, я вот как в налоговой декларации сдал по итогам года, с чего я налоги заплатил государству, то я и показал. Чем я занимаюсь? Ну, как я уже вначале сказал, то есть, я занимаюсь... Моя основная по АКВЭДу деятельность это консультация в области ведения бизнеса. То есть, я занимаюсь антикризисным менеджментом. Я востребованный антикризисный менеджер, который как бы достаточно высоко оплачивают. То есть, собственно говоря, все, что поступило на мой расчетный счет за 18-й год, это все оплата моих услуг. И то, что касается откуда идет финансирование. То есть, частично я как бы из своего кармана профинансировал, частично как бы у меня поступили определенные предложения от людей, готовых меня поддержать. Но, я могу сразу сказать, что никто из крупника меня не поддержал, не будет поддерживать по причине того, что стоит запрет, насколько у меня есть информация, на вмешательство крупного бизнеса в эти региональные выборы. То есть, я уж не знаю, кто так договорился, или откуда это как бы пошло, но, скажем так, я не могу этого доказать, я не могу это никаким образом подтвердить, но на уровне разговоров кулуарных с людьми, кому я как бы доверяю, у меня есть информация, что такой запрет существует. А кто-то из крупников хотел от продажа? Ну, как теперь узнать, хотели или нет? Нельзя же. Ну, раз вы говорите, что вам известно, а запрет у вас есть переговоры, и вам сказали, что не запрещено вам запретить. Ну, вот я сейчас скажу, назову название компании или фамилию человека, и станет известно, откуда, кто мне рассказал про то, что нельзя. Поэтому нет, я... зачем отвечать на то, что не произошло? То есть этого как бы нет, этого и не будет в этих выборах. То есть если люди меня готовы поддержать, я готов принять поддержку, я готов продолжать финансировать как бы из своего кармана, потому что у меня есть запас. То есть то, что я заработал там 6 миллионов, это же не значит, что это как бы все деньги, которые у меня были, есть или будут. Поэтому... Ну, посмотрим, в зависимости от того, мы сейчас формируем бюджет. Официальная агитационная кампания начнется после 10 августа. Соответственно, у меня сейчас как раз вот мы с членами штаба формируем план этой кампании, и... после 10-го я смогу уже более точно ответить на вопрос, сколько на это потребуется денег. А почему вы не пошли сразу в суд снимать хабиров с регистрацией? А потому что у меня сейчас нет... у меня сейчас нет официального ответа, то есть у меня нет ни одной официальной бумаги. То есть мне нужно дождаться ответа сейчас от ЦИКа и от прокуратуры, и на основании их ответов уже формулировать дальнейшие шаги. А прокуратура доинформировала, она начала проверку по вашему зрению? Они пока уведомили только о том, что не получили. Поэтому... Наверное, консультируются, может, с комитетом. Да, можно? Да, пожалуйста. Здесь, в городской газете, визу. В ходе встречи вы говорили о том, что вы не родились в Афганистане, вы не политик, вас никто не знает, А за счет чего тогда вы собрались выбирать выборок? Потому что у вашего, грубо говоря, единственного конкурента в этой гонке по всем этим пунктам галочки стоят. И то есть в чем... Как вы будете убежать, мол, оставаясь за вас? Или победа абсолютно не главная, а главная часть? Ну, во-первых, спасибо за то, что как бы вы сказали, что у меня только один конкурент. Главный. Вы все знаете. Нет, ну про то, что как бы так... Исключили из гонки всех остальных. Я просто так же думаю, поэтому... Вот. На самом деле, как бы, но не совсем так. Не то, чтобы меня совсем никто не знает, или там этот... То, что я не родился на территории там республики, это там является там каким-то фактором, который просто препятствует там для выборов. Я могу сказать так, что в какой-то степени то, что я... Ну, то, что я здесь не родился, я на это повлиять не могу. То есть это... Где родился, там родился. То, что я здесь живу с самых там малых лет и считаю Башкирию как бы родным себе регионом, то есть не где-то еще, а вот здесь. То есть это моя родина. То есть когда меня спрашивают, откуда ты, я не говорю, что вот я родился там-то. Я говорю, я из Башкортостана. Даже когда мне говорят, что башкир, я говорю, да, я башкир. Вот за пределами республики, да, как бы я нормально к этому отношусь. Я очень уважаю башкирский народ. Я как бы много с кем как бы там дружу, общаюсь и поддерживаю. Я считаю, что это как бы круто, что я могу так сказать, что я так как бы считаю. То есть для меня это как бы значимая история. Другое дело то, что сам факт того, что кто-то является по национальности как бы башкиром и родился здесь, не дает ему преимущества в данном вопросе. Вопрос же в отношении к людям, вопрос в отношении того, что ты реально делаешь, либо что ты готов сделать. И здесь я могу сказать, что если вы в повестке того, что происходит в республике, то, мягко говоря, не все представители башкирской национальности прям вот готовы встать и топить за моего главного конкурента. Что же вы поймете? Как это называется? Просто уже четыре раза было сказано кандидат в Единой России. Завейте ради хабиров. Вот я отвечу на это. Мне просто вчера, нет, позавчера получается, вчера, в понедельник, да, я несколько часов слушал лекцию наших юристов на тему того, за что меня могут привлечь и снять с этих выборов. То есть есть несколько пунктов, в том числе, если я как раз пофамильно называю кандидатов, начинаю о них говорить негативно, это может быть именно трактовано, ну, одно из оснований меня подцепить. Я не хочу давать возможность. Все же понимают о ком. То есть от того, что я назову фамилию, скажу, что вот этот человек это ради Фаризовича Хабиров, что он там временно исполняющий обязанности главы республики, от этого не скажут, а, вот он о ком говорил. Все же понимают. Другое дело, что я не хочу на ровном месте подставляться и давать возможность хотя бы на какой-то мелочи цепануть и срезать, ну, и понимать. Я просто помню, как мы несколько дней занимались там с подписями, когда мы сидели и совместно там под фото и видеокамеры разбирали, а вот такая это подпись или не такая это подпись, а вот этот человек или не этот. Там все эти запросы в нотариальную палату, подъем копий того, что у нотариуса, какой документ, такой или который я представил, а копию паспорта давайте посмотрим. Вот эти вот все вещи очень свежи в памяти, поэтому я не хочу давать малейшего даже шанса в мою сторону какую-то там юридическую эту закорючку сделать. И поэтому, возвращаясь к ответу на вопрос, нет этого преимущества. Право, то, что человек родился здесь, не дает ему как бы большего преимущества. То, что человек по национальности как бы ближе, да нет, но я с такой же точки зрения могу сказать, что для решения, например, национального вопроса в республике, я как человек как бы там смешанных кровей более интересен, лучше подойду, потому что я равноудален от всех. И глядя на меня, никто не будет говорить, что вот он там правильный, неправильный, из нужного рода, не из нужного рода или еще что-то. Я могу выступить медиатором для того, чтобы всех между собой примирить и сделать как бы единую, потому что я равноудален, поэтому это мое преимущество. Другое дело, то, что вот информационно, то, что год идет накачка, то, что год идет там везде, из каждого утюга там приехал, открыл, сделал там еще что-то, там встретился, да, это есть. Но с другой стороны, современные технологии позволяют достучаться практически до каждого человека, опять-таки, понимая свою аудиторию, я понимаю, что я могу постучаться практически лично к каждому человеку. Мне не надо для этого вывешивать там за кучу денег билборды, мне не надо печатать непонятные там миллионные тиражи каких-то газет, которые тупо рассовываются по ящикам, потом собираются в кучу, выкидываются в урну рядом с этим. Зачем? То есть это просто сжигание бюджетов, это просто вот такое шапка закидательства, и вот это, наверное, имитация бурной деятельности, имитация предвыборной кампании. Я могу достучаться с помощью Facebook, ВКонтакта, Одноклассников, просто телефонов, я могу достучаться практически до любого избирателя в республике. И это стоит гораздо дешевле, и мне есть что сказать, мне есть что предложить. И поэтому я считаю то, что как минимум то, что я заявляю, да, я понимаю, что может быть шансов на победу не так много. Я понимаю, что как бы есть ресурсы, которые мне не перебить. Но с другой стороны, я, во-первых, это делаю, во-вторых, те вопросы, которые я сейчас поднимаю, те проблемы, которые я буду озвучивать, ну, озвучиваю, буду озвучивать в ходе кампании, они попадают людям на слух, они попадают в том числе в Комент. Я уже как бы отметил очень интересную для себя тенденцию. Мы сидели, обсуждали там вчера, что я стал по нашим официальным государственным информ-каналам получать ответы на то, что я озвучиваю. То есть, я там что-то проговорил, какую-то тему закинул, раз, спустя там неделю у нас там какое-нибудь совещание в Белом доме, где говорят, вот надо вот так вот сделать. Так отлично. Значит, я еще не стал главой, а я уже решаю вопросы. Поэтому мне есть с чем идти, мне есть что сказать людям. Я понимаю, как это сделать. Я, может быть, лучше, чем кто-либо понимаю, как это сделать, потому что я не нахожусь внутри этой системы, я не зашорен, я не ограничен вот этим чиновничьим мышлением. Многие же, как бы, да, вот кто сидят там в кабинетах, они никогда на земле не работали, они никогда ни на производстве, ни на, там, ни в сельском хозяйстве, то есть, они не трогали это все руками, то есть, как с института выпустились и там пошли либо по комсомольской партийной линии, либо там сразу там по чиновничьей. Но у меня есть это преимущество, я знаю, как это поменять, я знаю, как эти вещи реально там простыми способами, как решить вопросы с комбаркой, как решить вопросы с Сибаем, как вы решите вопросы там со Стерлитамаком, как решать вопросы в Уфе. Я это понимаю и я это готов декларировать, я это готов делать, самое главное. Остальное выбор за людьми, то есть, если они как бы поверят в меня и пойдут, значит, вместе мы сможем что-то изменить. Не поверят сейчас, но это не значит, что там 9 сентября, если меня не избрали, жизнь кончилась, я пойду, ну нафиг всю эту политику, я не буду этим больше заниматься и там уйду там дальше бизнесом заниматься. Нет, я как бы настроен на долгую системную работу, то есть, я готов двигаться дальше. Сейчас. Можно уже, да? Это Москвы, Лен-Терков. Прозвучала фраза, я знаю свою аудиторию и далее прозвучала фраза, я могу до нее достучаться через Фейсбук. Вот понимаешь, что у нас основная... Я там перечислил не только Фейсбук. Ну в том числе, во-первых, первый вопрос, что это за аудитория, которую вы знаете. Второй вопрос, если вы можете достучаться до аудитории сидя в Уфе, не выезжая за пределы города... Нет, почему? Или это планируется? Зачем это планируется, конечно. Ну, даже если я, вот условно говоря, я общаюсь там с инициативными группами в разных городах, но невозможно все вопросы решить дистанционно, просто невозможно. Как бы там, какие бы там скайп-конференции или еще что-то не проводи, но живая встреча с людьми, живое общение, оно... То есть, вот даже сейчас можно же было просто пресс-релиз разослать, можно было записать видеообращение ко всем журналистам в Уфе или ко всем блогерам, выложить его... Но согласись же, что совершенно другая реакция, когда можно поговорить, когда в ходе разговора возникают вопросы. Поэтому естественно, что я не собираюсь сидеть безвылазно в Уфе до 8 сентября. Да, я как бы сейчас формирую график поездок, договариваюсь с людьми о живых встречах, о живом общении. То есть, это не исключающие друг друга вещи. Первый вопрос. Что за аудитория? Ну, аудитория, в первую очередь, которой я апеллирую, это аудитория 25-45 лет. Те, кто традиционно игнорируют выборы, потому что не верят в то, что можно что-то поменять. То есть, у нас же отмобилизованный электорат, это в первую очередь люди, либо работники бюджетной сферы, либо, потому что их туда как на праздник отправляют, либо это люди старшего поколения, кто традиционно ходит, кому это важно. Но с другой стороны, я понимаю, что у Сонгари, есть аудитория, традиционно голосующая за КПРФ, и мне очень сложно до них достучаться, потому что многим неважно, какая фамилия стоит в летне, они смотрят, так, где тут наши, и просто ставят галочку. То есть, это своя аудитория, и я могу очень много потратить времени, ресурсов, пытаться достучаться до этих людей, я не перебью вот эту историческую память. Просто, потому что здесь неважно, где ты родился, какой-то национальности, вопрос, ты коммунист? Ты в хуй уходишь? Нет? Все, до свидания. Это одна история. Вторая история, есть люди, которые, то есть, у нас же явка очень маленькая, и вот это наиболее сейчас экономически активная аудитория, это люди, которые дома, сидя там, на кухне, на диване, ругаются с телевизором, между собой обсуждают, что как-то вот там, это плохо, это плохо, это бы надо поменять, но не приходят на выборы, потому что не верят, что с помощью выборов можно что-то поменять. Что, да все равно там все как бы это все спойлеры, это все как бы там уже договорняк, это все решили. Если даже это не договорняк, даже если это независимый кандидат, мой голос не важен, потому что все равно там посчитают как надо, это еще там Иосиф Иссарионович сказал, что не важно, как проголосуют, важно, как посчитают. Важно. То есть технологически подтасовать больше 10% нереально. Ну это просто если закрыть все как бы избиркомы и просто сидеть протоколы рисовать. При малейшем наблюдении более-менее как бы живом, при участии живых кандидатов больше 10% это нереально. И если люди придут, если люди отдадут свой голос за перемены, за изменения, то можно эту машину, то есть она просто как бы перегрузится, сломается машина по изменению протоколов. И можно достичь результата. Но вот для этого я хочу достучаться до этой аудитории, чтобы они пришли и выразили свое мнение. Сам, простите, сам просто к этому подвел, к наблюдениям, к этому всему планируется, что? Да, естественно. Мы довольно давно уже ведем переговоры с голосом в первую очередь, потому что они как бы этот... И у нас есть еще один большой козырь в рукаве, это технические средства мониторинга. То есть я думаю, кто меня знает лучше, чем занималась, чем я занимаюсь в жизни, мы занимаемся системами мониторинга с помощью больших данных, в том числе и по видеокартинке, и по различным другим системам. То есть я собираюсь развернуть и применить в республике вот этот вот момент, может быть, впервые в России не только контроль явки и контроль на выборы дублирующие не только со стороны наблюдателей, но и посчитать это с помощью технических средств. Такой механизм есть, такая возможность есть. Я сейчас просто не буду раскрывать все подробности, чтобы лазейки не позакрывали, но вот этот механизм есть, это как бы рабочая программа, рабочая система с помощью анализа больших данных, с помощью анализа визуального потока и все прочее. мы сможем альтернативно посчитать реальную явку на выборы, мы сможем как бы ответить, где что идет не так. И это как бы один из элементов, которые я тоже собираюсь использовать для того, чтобы сделать эти выборы максимально. То есть та сторона озвучит, что выборы будут честны. Да, я согласен на ней. Мы тоже постараемся сделать максимально честными и посмотрим, чья честность окажется честнее. А на каком этапе ваши переговоры с движением голоса и на каком уровне вы их ведете? Ну, собственно говоря, мы ведем переговоры с местным руководством голоса республиканским. А кто у нас руководит с местным отделением голоса? У нас Ренат, который, да, Факиев, который ботаник. А вы планируете использовать уже готовые инструменты, которые есть, допустим, штабы на вас здесь? Он обидательный? По наблюдателям? Ну, скажем так, я несколько раз пытался общаться со штабом Навального, у нас пока диалог не очень получается. Почему? Ну, потому что, как бы, наверное, в первую очередь, потому что меня зарегистрировали, а Лилю нет. Поэтому Лиля считает, что я исключительно креатура Белого дома, и поэтому со мной не о чем разговаривал. Ну, это мой вывод, мне это не было озвучено, это как бы я сделал такой вывод на основе нашего общения. Ну, не только с ней, как бы, с представителями команды. А можно уточнить, все-таки, почему вы выделились от партии гражданской силы? Вот эта партия, она контролируется представителями Кремля, и когда она подбегала на выборах 14-го года господин Сарбаева, была такая некрасивая история, что она его выделила, а потом она его слила в нужном моменте. Это не даст оврать. Да? Как вам удалось гражданским голосом выковарить? С гражданским голосом? Ой, с гражданской силой Договориться нам удалось нормально, потому что я достаточно хорошо знакомый, общаюсь с председателем этой партии Кириллом Быканиным. Но на самом деле история действительно очень интересная, я вкратце ее могу рассказать. Я изначально начинал все мое движение, вся моя подготовка была от партии гражданской инициативы. Это Дмитрий Гудков. И мы практически вышли уже на финиш подачи документов, но слава богу, мы там вовремя узнали, что информация о том, что я все это готовлю на уровне местного отделения была слета в Белый дом, что мне там готовили большой сюрприз при сдаче документов в виде неправильно оформленных документов со стороны партии. но поговорив с Димой, поговорив с Кириллом, было принято решение практически в последний день то есть Кирилл Быканин прилетел лично в Уфу, то есть лично проводил это собрание здесь. Мы практически в последний за день до подачи документов, в вечер до подачи документов переделали все документы, переписали всю эту историю, но соответственно на утро уже с моей стороны был большой сюрприз в Центр избиркоме когда я принес документы от другой партии и без тех ошибок которые в них должны были быть. ну вот такая история. А это было после 9 вечера собрание было. То есть представитель ЦИК это был, он пришел, он все зафиксировал, заверил. Вопрос только в том, что времени на что-либо уже не было. Ну и к тому же названия-то созвучны. Гражданская инициатива, гражданская сила. А им не дали переименоваться пока. То есть Минюст приостановил изменение названия партии до после выборов. То есть пока они ищут гражданской инициативы. Ну по крайней мере по юридическим документам. То есть везде уже как бы декларируется в партии перемен, но юридически называется гражданская инициатива. Еще вопросы? А вот вопросы от можно? У меня зовут Сергея. Я разбиратель. У меня к вам такие вопросы. Скажите, пожалуйста, у вас есть какие-то другие по поводу того, как в общем-то делать наши дороги у нас ваши хорошими и хорошими. Не так, чтобы они каждый полгода перестелались. Потом весной мы опять выйдем за кого-то. Папа. Это первый вопрос. Продороги. Второй вопрос. Как вы считаете, это нормально, что такая большая республика в общем-то с бывшим крупным потенциалом с 4 миллионами жителями, в общем-то которые имеют высшее образование, образовать много не достаточно высоки наших жителей. У нас нет возможности за счет своих бюджетов строить школы, сады, в принципе, рассчитать необходимость в школах, в детских садах это же не даром планировали. Вы понимаете, как? Я понимаю, более того, я могу рассказать. И третье. Скажите, пожалуйста, вот так куча деятельности сейчас, которая производится на уровне государства, конечно, то есть у нас государственные органы пытаются обучить наших граждан быть предпринимателем. Вообще, это эффективная деятельность? Постоянные слезы, съезды, форумы? То есть, может ли чиновник, которые всю жизнь идут на окладе и на премиях 50 до 60 лет и как бы основная деятельность быть лояльным начальнику быть предпринимателем, научить какого-то человека быть предпринимателем в любом области, в строительстве, в строительстве, я сразу отвечу, что у меня есть. И маленькая ремарка. Вы же просто сказали, что магнит контролируется человеком из Краснодара. Ну, сейчас уже ВТБ, да, сменилось, но, да, это я знаю, конечно. Но при этом штаб-квартира у них в Краснодаре осталась. Просто собственник ВТБ, да. Но от того, что ВТБ является основным владельцем магнита, от этого магнит ближе к Башкирии не стал. Поэтому здесь от перемен местослагаемых сумма не поменялась. Что касается дорог, ну, понятно, что есть очень много отговорок на тему того, что ГОСТы, они федеральные, и мы там не можем их менять. Есть там система тендеров, которая существует, в которых участвуют одни и те же компании. это все понятно. Понятно, что без волевого решения, без полностью изменения системы это невозможно поменять. Другое дело, есть пример, например, когда есть механизм, как это сделано в Европе, например, с системой лицензирования. То есть, у них это лицензированные деятельности, где для того, чтобы тебя допустили вообще к тому, чтобы ты делал дороги, хотя бы улицы клал, ты сначала должен сколько-то лет качественно выполнять асфальтирование дворов и отвечать по своим гарантийным обязательствам. То есть, вот посмотрели, что ты нормально делаешь, допустили улицы асфальтировать, ты еще 5 лет кладешь улицы, выполнил все гарантийные обязательства, тебя допустили к тому, чтобы класть какие-то между городами дороги, но не федерального значения. Еще 5 лет ты делаешь это, все гарантийные обязательства, все дорога как бы там целое после этого тебя допускают к строительству федеральных трасс при этом если возникают нарушения которые ты там технологически допустил ну значит понижают в классе либо лишают лицензии более того нужно в первую очередь что как бы нужно сделать нужно запретить подряды вот кто выиграл тот и делает потому что у нас зачастую бывает как выигрывает конторов которые там директор бухгалтер один стол стул и табуретка дальше они там сняв свою шапку не знаю что как ее распределив передают дальше дальше как бы еще дальше в результате те дорожники до которой которые непосредственно владеют парком этой дорожной техники которые покупают асфальт им не остается уже как бы нормального количества денег но им надо выполнить заказ они начинают изобретать всевозможные истории там щебень попроще асфальт подешевле и каким-то образом начинают экономить то есть вот эту вещь в первую очередь сделать и вторую то есть раз уж мы не можем ввести систему лицензируем потому что это федеральная история вторая история это в контракт написать гарантийные условия именно так что отсрочка платежа то есть не так что мы вам платим стопроцентную оплату вы как бы этот сделали и компания спокойно обанкротили разбежались нет гарантийный платеж и тогда сами дорожники которые строят дорогу когда видят вот этот вот 20 тонны китайский грузовик который там с перегрузом летит по дороге который разбивает эту дорогу в первый же день после асфальтирования они сами будут их отлавливать потому что это их деньги за то что он едет они страдают они будут терять свои деньги и они будут кровно заинтересованы в этом это как вариант я не говорю что это прям панацея и единственное возможное решение можно поставить конечно камеры или еще что-то запретить ездить тяжелой техники лучше там следить но когда бизнес будет следить за своими деньгами это как бы более эффективно потому что у них есть более эффективные методы контроля естественно что необходимо полное внедрение систем весового контроля то есть про них уже за последние года два наверное с частотой раз в месяц у нас тимур афисович мухаммитянов выступает и рассказывает про эти системы весового контроля как с ними будет хорошо но они почему до сих пор как бы но только на бумаге хотя это решает вопросы потому что машина с перегрузом не будут ходить они должны быть не на каких-то далеких дорогах где-нибудь там в дуванском районе там конечно тоже нужно но поставьте на трассе уфа аэропорт где гоняют все эти там техники у нас здесь по этому по центру города там в районе телецентра гоняют эти 20 тонники перегружены там с ближайших строек со всего прочего доведите этот допуск машин грузовых по спец пропускам и просто не пускайте все остальные а спец пропуска сделать чтобы в них заложить стоимость ремонта этих дорог во первых мы решим вопросы с бесконтрольной стройкой в центре когда застройщик за копейки получает территорию там правдами неправдами расселяет людей и дальше как бы там убивая все вокруг то есть дороги вокруг перекапывая все этот там коммуникации еще что-то мы от этого избавимся если они будут платить за ущерб дороге если не за каждый перекоп будут не траншею асфальтировать которую выкопали весь пролет от светофора до светофора восстанавливает полотно пусть это все садится в цену квадратного метра тогда он будет здесь стоит 200 300 тысяч в центре это защитит центр от массовой застройки это защитит объекты культурного наследия от того что и сносят там бесконтрольные все пытаются освободить пятаки это один ну еще один вариант решения по планированию школ ну вот мы когда разрабатывали там стратегию развития города мы с помощью как раз вот этих самых больших данных посчитали исходя из количества реального количества детей реального количества жителей посчитали необходимые требования то есть не как это положено по нормам территориального планирования заложенного заложенных в документацию проекта а как это исходя из жителей есть у нас такая замечательная история грустная очень тимашева построена школа большая новая потому что кто-то когда-то там из жителей написал письмо на имя хамитова и что вот у нас школы нет детям ходить некуда и тот как раз стукнув кулаком по столу волевым решением сказал школу построить школу построили школа там наполовину пустая даже в одну смену не наполняется а потому что выяснилось что там семьи которые жили рядом для кого эти школ то есть по количеству домов вроде школа должна быть такая по норме а выяснилось что для многих это вторые дома и люди живут те кто там живут дети учатся в 3 в 39 еще они не перейдут в тимашево в школу вот хоть что там построить и соответственно вот эти все планировочные решения их можно делать эти все технологии есть и более того я скажу деньги в бюджете на все это есть потому что большой многофункциональный центр вот и норс многострадальная там школа которая то разваливалась то устроилась там рядом с кпд-шным кварталом застройки 57 на по моему липся первое тут уже давно построили то есть причем частично профинансировали всю отсыпку сделали там утрамбовали а дальше то что то есть цена вопроса миллиард но просто для нас я конечно футбол люблю но у нас пока у фамилия там или полтора уже получает садик средняя цена строительства садика 300 400 миллионов тоже как бы это чем нет этих денег что ли да мы просто на ямочный ремонт дорог уфа тратят ежегодно порядка двух с половиной миллиардов сделать нормально качественно опять таки к вопросу контроля качества всего это есть не надо покупать никаких сложных сервисов там еще что есть простая вещь называется яндекс пробки у яндекса открытые данные то есть не можно подключиться там этот посмотреть как было и как стало вот вложили 100 миллионов в ремонт улице до этого средняя скорость проезда по улице было 36 километров в час и 5 дтп стало 37 километров в час и те же 5 дтп зачем 100 миллионов потратили стала она безопаснее качественнее эта улица и это все вот все вещи можно вот так оцифрует это не требует ни дополнительных человеческих ресурсов от зачастую не требует даже дополнительных денег просто надо нужно желание ну и третье по поводу обучения со стороны госорганов но с одной стороны в защиту этих обучений я скажу что зачастую они привлекают все таки как бы людей от бизнеса на эти обучения здесь не сами обучают понятно что нового чему может научить чиновник который никогда бизнесом не занимался естественно чему но они могут ответить на несколько важных вопросов в том числе для бизнеса важно это правильность коммуникации с государством там где косы речь идет о лицензировании либо каких-то специальных условиях сотрудничества то есть особенно если там речь идет об алкоголе милиции там медицинских лицензий впрочем здесь нужно коммуникации с теми кто эти лицензии выдает потому что одно дело читать закон у нас на каждый закон 20 подзаконных актов 30 разъяснений еще есть правоприменительная практика в судах всех юрисдикций и для того чтобы понять что хочет в данном случае представитель госорганов как правильно сделать чтобы по 20 раз не подавать документы лучше выслушать из первых уст но другое дело то что вообще как бы система когда людей пинками загоняют в бизнес и там идет да вот вот это вот это изначально неправильно есть у человека есть предпринимательская жилка и он хочет этим заниматься ему надо он он должен сформировать запрос как ребята научите меня вот это делать я хочу тогда да но сказать так нам учителя не нужны нам врачи не нужны мы не можем платить давайте как бы все занимайтесь бизнеса как у нас дмитрий анатольевич медведев сказал да не можете здесь работать идите в бизнес и всех туда загоняют но это неправильно потому что не все могут быть предпринимателями это тоже как бы своя особо как бы там свое состояние как бы там души это тяжело просто физически настроиться на это не все могут выдержать этот темп не все как бы могут работать попроси просто там рядового человека продать кому-то что-то карандаш да как на собеседование хочет продайте мне этот карандаш человек очень тяжело коммуницировать многие люди не хотят коммуницировать с незнакомыми людьми а бизнес это подразумевает не надо их туда загонять другое дело то что вот возвращаясь к тому что я говорю в программе нужно создавать престиж рабочих профессий и нужно создавать как бы ну не может человек здесь как бы заработали не видят перспективы нужно дать ему возможность во первых обучиться вот это самое важное то есть у нас выбытие профессии то есть то что было модным там 5-10 лет назад то что все институты были заполнены сегодня или там через несколько лет может оказаться самый невостребованной специальностью что этим людям делаем им надо как-то переучиваться и вот здесь государство должно создавать центр обучения центра компетенции где должно переучивать этих людей на новые какие-то востребованные профессии исходя из того к чему у них есть предрасположенность и это не обязательно бизнес это бизнесмены сами себе под дорогу пробьют и второй момент это как раз вот поднятие престижа каких-то вот но работа не связанной с бумагой карандашом и белыми воротничками у меня была история мы работали как раз я в качестве в качестве антикризисного менеджер работал на одном заводе вот две две с половиной тысячи человек коллектив трудовой из них 300 человек завода управления но вот все посчитали нужно только 100 то есть для того чтобы обеспечить весь документооборот все как обслуживаю нужно 100 человек то есть 200 надо уволить при этом в цехах недобор большой то есть нужно людей как бы туда это естественно что даже по закону я как там представитель работодателя обязан придаст при перед увольнением дать человеку возможность трудоустройства на тот момент зарплата в заводе управления средняя была 8000 рублей самое меньшее что получали в цехах было 15 то есть в два раза больше вот как вы думаете сколько человек согласилась перейти правильно ни одного человека не согласилась перейти люди предпочли трудоустроиться куда угодно либо сидеть дома но лишь бы не заниматься как бы физической работой то есть вот они хотели остаться этой белой костью офисными работниками потому что непрестижно потому что одно дело я работаю в офисе бухгалтером и неважно сколько я получаю там неважно что работа заключается в том чтобы получить распечатанную бумажку набить в excel q табличку распечатать и отдать в другой отдел то есть это работа которую реально люди выполняли при всем при том что существовало на тот момент один из и это можно было прям в цеху на набрать и бухгалтере уйти но зато он бухгалтер зато он в офисе сидит с 9 до 6 работать и работать где-то там упаковщиком каким-нибудь или там мастером или еще кем-то при всем при том что мастер цеха на тот момент получал до 45000 то есть не этот не главный механик там не еще что-то начальник цеха мастер сменный мастер цеха есть куда расти есть что получать непрестижно это же надо там объяснять кому-то говорить и вот эти вещи тоже должны взять на себя государство надо как бы поднимать престиж рабочих профессий надо гордиться тем что человек работает слесарем где-нибудь на упор получает хорошую зарплату такая мнение не прежде зачем вмешиваться так не туда вмешиваться не туда вмешиваться нужно условия у нас показывают красивую жизнь про то что человек в офисе в белой рубашечке там вот это вот пропаганда из всего с каждого с каждой газеты с каждого там телеэкрана с каждого там не за интернет сайта вот это вот это навязывается наши дети там это видят они поступая в школу там поступаю в институт идут вот смыслю что будут работать в офисе раньше там условно говоря я знаю примеры там из советского прошлого там ну на уровне там отца и это когда люди скрывали инженерное образование для того чтобы стать механиком они инженером в этом на этом же заводе потому что во первых это более было престижно с другой стороны это гораздо больше в деньгах было просто механик получал больше инженера и вот эти вот вещи как бы вот здесь государство может вмешиваться на уровне пропаганды не надо как бы рассказывать что вот эти там бегающие там плохие вот эти как бы там агенты госдепа вот эти вот не на это надо тратить пропаганду а на то чтобы сказать что работать хорошо и зарабатывать хорошо своим трудом снижение явки дает большую возможность для манипуляции я да я поэтому вот но не согласен с теми кто начинает слушать явку и говорить что если наши там не участвуют значит не надо туда вообще ходить это в то чем я например в корень не согласен с навальным когда его не зарегистрировали там свое время когда он сначала топил заявку а потом начал когда его не зарегистрировали топить против нее ну так у него есть отличный инструмент который может подойти для тебя в случае чего то есть голосовать за второго по списку если тот будет действительно и под таким образом протестное голосование может и вывести как раз так вот вот в том то и дело тем более мне тут сегодня сказали что первый списке будет надо голосовать за первого в списке но действительно так то есть возможность у нас нет графы против всех у нас нет возможности там как-то выступать но у нас есть возможность прийти и отдать свой голос у нас не только не хотят за меня пускай там за кого-то вопрос же сейчас задача номер один это не дать победить первого тура будет второй тур будет совершенно другие расклады совершенно другие как другая ситуация на этом пресс-конференция закончится я прокомментировал историю с филипповым и фондом городских проектов вот сейчас это первая история что там такое происходило а вторая история хочу узнать как ты сделал выбор в пользу Андрея Сергеевича Патрицына какие задачи ты перед ним ставишь потому что это важно для тех людей которые наблюдают сейчас и особенно для меня я вижу получается у меня этого не получилось пройти муниципальный фильтр и уж кто как не я крайне скептически относится к тему кого это удалось комментирую последний момент я технолог поэтому я как бы готовился к этому именно с технологической точки зрения поэтому я знаю как это делать и мне это удалось второй момент то что касается истории там с фондом развития городских проектов и филипповым давай вот разнесем эти две вещи отдельно то есть фонд развития городских проектов создан мной и виталием пилипчуком это как бы наш совместный продукт это частная структура в которой ни рубля государственных денег не было то есть на меня за время существования фонда но раз десять проверяли различные там а.б.п. налоговики там район начиная от районных районного б по заканчивая росфин мониторингом все пытались найти как мы выводим там пилим деньги то есть регулярно на нас поступали там кляузы заявы что фонд развития городских проектов распилил бюджетных денег там столько-то столько вот когда этот фонд еще создавался у меня был разговор с ильдар финансовичем хасановым когда зам мэра по инвестициям там и этот уфы он тогда предложил чтобы администрация тоже как бы либо профинансировала этот фонд либо вошла в состав соучредителей ну когда я была там встреча на которой озвучил что что мы хотим для чего это все делается и вот тогда я как бы сказал что для финансович вот как только хоть один бюджетный рубль попадет на расчетный счет можно сразу закрывать этот фонд потому что закроют все вместе с ним и тогда на то мы порешили и вот все проверки которые проходили все то есть у меня отчетность я всю публиковал всегда она в открыто то есть куда что тратили куда что делать то есть этот фонд существовал в основном за счет денег там личных моих виталия понятно что под какие-то проекты под какие-то там вещи мы привлекали там партнеров то есть но опять-таки это партнеры интересанты кому была интересна та или иная тема то есть если мы делали там какой-то проект да тот же urban bayram например да то есть мы привозили экспертов ведущих мировых там и и они там ну как-то консультировали нас как улучшить уфу то есть тот проект что мы разрабатывали тот проект там стратегии которые мы разрабатывали мы таким-то хитрым способом получили в качестве соавторов людей кто внутри приезжают а зачем как бы теоретизировать если а вот вот что вы насчет этого скажете да и они там нам давали конкретику по нашим наработкам по тем предложением что мы делали для уфы понятно что как бы там но наших бюджетов там если мы там лично скинемся на это не хватит поэтому там привлекали интересантов кому интересно то есть взять пример там например второго urban bayram а когда была тема посвященная благоустройство город вот тогда появилась впервые концепция город в парке то есть это как бы итог работы этого форума это не то что где-то кто-то изобрел то есть это только работа этого форума благодаря этому например существует сейчас парк четыре сезона возле там одноименного жилого комплекса когда застройщики услышав о том что оказывается можно вкладывать и в благоустройство общественных пространств благоустройство каких-то общественных территорий создавая пространство повышая качество жизни в городе тем самым повышая как бы в том числе и привлекательность своей недвижимости то есть они за свой счет это сделали вот там же устроен весы сколько они 4 гектара просто брошенного леса благоустроили в котором сейчас гуляют люди со всех домов не только степка живет в этом доме и таких историй как бы достаточно много мы там разрабатывали какие-то там транспортные модели там для екатеринбурга для краснодара то есть эта история такая а ну да вот да про это простой пример как перед саммитами шоссе брикс выяснилось что забыли например просто забыли осметить две вещи это вот эти все там пресс-центр никто как бы никто не задумался что представить уфу ну просто забыли об этом и мы там за свой счет сделали экспозицию уфы в этом пресс-центре который там сколько-то миллиардов человек в итоге посмотрела это все ну не 6 поменьше все-таки было вещание по в районе до в районе четырех миллиардов человек только бы по телеку и посмотрел то есть мы сами договаривались там сумпа чтобы они эту модель двигателя дали мы там договаривались салават юлаевым чтобы они дали этот кубок там настоящий кубок гагарина какие-то там этот историю уфы туда представить все эти вещи вот это фонд развития городских проектов мне не стыдно ни за один день работы этого фонда то есть у меня нет никаких скелетов шкафу или каких-то подковерных историй что касается филиппова мы с ним нормально то есть как бы меня также привлекли в том числе и как антикризисного там специалисты когда была ситуация с обманутыми дольщиками 3000 человек там солнечный начало тринадцатого года я помогал как бы устраивать коммуникацию с этими людьми разве это плохо или это плохая тема то что сейчас как бы пытаются там как-то рассказывать историю про хищение на миллиард еще что то есть я не являюсь адвокатом филиппова то есть так я как бы рассуждаю как человек который его знает лично и который как бы но многие вещи как бы там тоже присутствовала лично но учитывая то стремление и желание сначала снять его с должности а потом посадить вот если бы была хоть одна реальная история где взятка выведена этом земля или еще что-то неужели вы не думаете что он бы уже сидел ему сейчас единственное вот там дело которое сейчас рассматривается в суде это дело о превышении полномочий за счет того что он он дал там но он не он как бы там что ему как бы инкриминирует что он в рамках расселения программы там ветхого аварийного жилья было была произведена оплата расселения людей не с той строчки бюджета то есть задача выполнена люди расселены заселены в новые квартиры а не то строка бюджет преступник при всем при том что деньги то вернулись обратно то есть республика заявила что ущерба бюджету нет город заявил что ущерба бюджету нет фонд который заявил что ущерб есть но ему деньги вернули то есть они перечислены обратно фонд деньги не исчезли все как бы на месте люди расселены человек уже два года находится под судом за то что он как бы в целях повышения своих показателей то есть вот мотив поэтому мне и за эту часть работы не стыдно там все как бы было из-за работу фонда тем более не стыдно то есть то что делали мы это честная чистая работа по которой много проверок проходила но у нас учесть и результатов которых мы достигли в уфе краснодаре в других городах они есть люди как бы этим пользуются это признан мы там становились лауреатами разных конкурсов премии всего прочего то есть от ялтинского форума каких-то то есть мы эти достижения признан и мне за них не стыдно по Андрею Сергеевичу да я что-то так увлекся да уже у этого увлекся по Андрею Сергеевичу но многих скажем так из тех кто меня знают удивил удивил наш тандемт да в этой работе но там учитывая что прибор ну вот видите уже уже как бы тогда это вот вот ответ да нет на самом деле как бы но после того что случилось с регистрацией меня там как произошло там с гражданской инициативой когда там было определенные внутренние здесь интриги и все прочее когда там были игры со стороны Белого дома и все прочее да как бы Андрей Сергеевич очень критично и ко мне в том числе относился и по фонду не единожды как бы проходил там и по моей работе там с Филипповым не единожды высказывался там все но вопрос же не в личных взаимоотношениях там или там что вот барабаш плохой или там потолиться на там что-то как бы не хочет там работать или считает что вот как-то не так вопрос же в том что Андрей Сергеевич профессионал профессионал как бы в области бы и избирательных технологий и коммуникации и второй момент как бы я в нем точно уверен что он не будет играть в договорняк с белым домом за моей спиной это еще как соответственно как бы я понимаю что вместе мы можем как бы идти ну вот там с открытым забралом вперед и вместе чего-то достичь поэтому самый ну естественно что любому кандидату нужна команда и на мой взгляд Андрей Сергеевич как бы лучший вариант мы так ну мы и Продолжение следует... Продолжение следует...